Эта история началась 18 октября прошлого года. Трое жителей села Сосновка отправились на ночную рыбалку. Среди них 21-летний Артём. Евгения Семьянова вспоминает, в тот вечер всё было как обычно. Она помогла сыну собраться, отец проводил его до моря. Он покушал, пришёл и всё, это как полагается. Собрался, я ещё говорю, одевайся потеплее, туда-сюда. Комбинезон синий он надел, я говорю, как рубашку ему всё выбрала, всё это спокойно, нормально, вы собрались с отцом и пошёл. Но ни утром, ни на следующий день рыбаки домой не вернулись. Спустя время были найдены вещи пропавших. Одна из курток была вывернута наизнанку, другая наполовину расстёгнута, говорят женщины. Они решили, что родные пострадали от других рыбаков. В октябре 2016 года незадолго до ледостава на Обском море пропали без вести трое рыбаков. Сотрудники полиции проверили несколько версий, в том числе и версию несчастного случая. Мужчины могли утонуть. И вот накануне, 7 июня, тело одного из пропавших, 33-летнего местного жителя, было обнаружено. В связи с этим сотрудники межмуниципального отдела МВД России Искитинский намерены в ближайшее время инициировать и провести повторные поисковые мероприятия. Днём позже обнаружено тело ещё одного пропавшего рыбака. Родственники уже опознали погибшего. Им оказался 21-летний Артём Семьянов. В обоих случаях тела пропавших без вести рыбаков были найдены местными жителями.